Трёхдневный визит президента Додона в Москву состоялся. О нём много говорили и писали в Молдове и за её пределами. Кажется, на заявление президента ответили все – представители и власти, и оппозиции. Не остался в стороне ряд зарубежных политиков. Сам Игорь Додон считает визит успешным. Он доволен своими встречами и их итогами. Так почему эта поездка вызвала такой повышенный интерес? А главное, как расценивать результаты первого официального визита Игоря Додона? Ответить на эти вопросы, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте! С удовольствием, как обычно, представляю гостей в студии. Валерий Демидетский, глава бюро ТАСС в Республике Молдова. Добрый вечер! И политолог Корнелий Чуря. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, во-первых, ваша оценка визита честная и беспристрастная. Господин Чуря. Во-первых, я скажу, что иметь такое цельное видение этого визита никогда невозможно, потому что очень много событий, которые были прокомментированы и теми, и другими. Поэтому сложно дать такую точную оценку. Но, в принципе, я думаю, из тех кадров, которые я наблюдал, там были улыбки, были довольные лица. То есть, и тот дискурс, который мы услышали, в принципе, он соответствовал нашим ожиданиям. Ну, правда, некоторые не согласны вот с таким подходом. Но Дадон, с моей точки зрения, он выдержал свою линию. Он остался в своей колее, в пророссийской, провосточной, так, как от него и ожидают. В то же время, как мне кажется, критики все-таки, они чересчур уж настаивали на определенные фразы по федерализации, по расторжению соглашения об ассоциации, что он, в принципе, не говорил так, как ему это вменяли. И поэтому, я думаю, что визит удачный. Наши отношения с Россией имеют шансы на улучшение. Но это отнюдь не итоговый результат. К этому нужно долго еще идти и очень много подводных камней. Спасибо. Валерий, на вашей памяти ведь было достаточное количество официальных визитов президентов в Москву. Но я, честно говоря, говорю сейчас о себе, не помню такого пристального внимания. Вы согласны с моей оценкой? Либо вы можете вспомнить еще, что вот так вот пресса, я не знаю, все политики, власти, оппозиции, зарубежные, вот настолько они следили буквально за каждым словом. Ну, если бы я женщина, я обиделся на вас, что вы подчеркнули мой возраст. Так давно это было. Поскольку вы не женщина, вы не обижаетесь, а отвечаете на вопрос. Да, мы давно не ездили в Москву, наши лидеры, да, с официальными визитами. Последний официальный визит, по-моему, был у нас в 2001-2002 году. Это страшно подумать, 15 лет назад. Ну, вот наши посчитали дипломаты, что в 9-8-9 лет вот так как-то. Да, да, нет. Не знаю, почему они какой-то визит Владимира Николаевича. Нет, Владимира Николаевича был один официальный визит в 2002 году. Мы тогда, кстати, были в делегации. Ну, если уж тогда быть честным, то до 2001. Да, да. Даже 2001, да? Конечно, да. Может быть, может я что-то путаю. Давно это было. Поэтому, наверное, из этой скупки такой, это очень хорошо. Я считаю, для президента Дадона это очень хорошо, такое пристальное внимание. Как говорил великий Киссинджер, пусть ругает, пусть хвалит, страшно, когда забудут. Я ничего не вижу в такой реакции страшного. Обычно больше всех возбудились те люди, которые почему-то испытывают оргазм. При том, когда кто-то говорит, что надо ликвидировать молдавское государство и его объединить с Румынией. Вот эти люди почему-то так возбудились страшно, что я вот как-то их даже не понимаю. Для меня, наверное, было странно, когда глава государства у нас, при нем говорили такие вещи, он бежал к сейфу за паспортом, за орденами и так далее. Вот для меня это страшно. А то, что сказал Дадон в Москве, ничего такого он не сказал. Он сказал, что если партия социалистов... Я зачитаю эту фразу, я не хотела бы, чтобы вы ее по памяти говорили, потому что это очень важно. Я бы вернула вас все-таки к итогам. Вот понятно, как сам Дадон, да? Вот он как прокомментировал. Задачу минимум выполнили, сказал он. Важные встречи, хорошие первые результаты, особенно по мигрантам. Также по частичному разблокированию ситуации с экспортом молдавской продукции. И далее благодарить российскую сторону и лично Владимира Владимировича. Все эти вопросы долгие годы ждали своего ожидания. Но просто власти, которые были у нас, эти вопросы почему-то не хотели решать. По той простой причине, вдруг они уверили, что они сами как-то рассосутся. Знаете, вот у нас есть такая, вот еще, наверное, от Советского Союза осталась такая убежденность, да? Вот как присутствует, что учение Ленина верно, потому что оно правильно, да? И оно все разрешит. Вот так же у нас уверовали в европейскую интеграцию. Понимаете, вот даже то, что начали ругать Дадона за то, что он сказал, что возможно, если партия, которая выступает против, если она победит, возможно, мы расторгнем это соглашение. Да, это будет партия по требованию соглашения. Но это же будет сделано, как он сказал, через референдум. Но ведь когда англичане, британцы, да, расторгли это соглашение, потому что оно для них невыгодно, да? Никто в Брюсселе в обморок не упал. Все нормально. Ну, чуть-чуть упали. Ну, это нормально, я считаю, это нормально. Не исключено, что и за британцами будут другие. А что такого страшного, если, допустим, Молдова скажет, знаете, по ситуации, которая в нашей экономике, да, в нашем обществе сложилась, ну, с этим, скажем так, выручая бруссельских чиновников, да, вот когда-то, господина Фюля, да, мы выручали обычно с этой программой высочное партнерство, ну, три страны отказались подписывать, и очень хорошо себя чувствуют, и никуда не упали, не исчезли и так далее. Да, одна страна, три страны подписали. Из них две в тяжелой ситуации. Украинцы еще в более тяжелой ситуации, чем мы. У нас сложная ситуация в экономике. Все признают, даже авторы этого соглашения, о том, что, ну, как бы, несколько торопливо это сделали, ну, не совсем все продумали. Что здесь страшного, если мы сядем, об этом сказал Путин. Мы должны сейчас втроем садиться, обсуждать этот документ, да, он даже отказался, он не сказал, что мы будем обсуждать. Нет, но они хотят обсуждать с позиции России, но тут мы обсуждаем как бы с позиции Молдовы выгоденого нам. Да, нет, но Путин сказал, пожалуйста, вы же подписались с Европейским Союзом, вот мы садим на троих и поговорим, да. Ну, Бруссель, я думаю, не очень-то захочет. Ну, если Бруссель не очень-то захочет, да, он должен компенсировать те потери в Молдове. С Ленуковичем, когда была, помните, ситуация, вот сейчас многие вспоминают, тоже Путин предлагал, чтобы посидели вместе с европейцами и тоже отказался. Но давайте я сейчас, для того, чтобы наш разговор был предметным, я зачитаю то самое заявление Игоря Дадона, да, чтобы люди понимали, о чем мы сейчас говорим и как это звучало на самом деле. Вот что он сказал. «Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это соглашение будет аннулировано». Людмила, понимаете, в чем проблема? Вот как бы так. Ведь никто не ставит вопрос, так как ставят у нас некоторые очень неумные люди в социальных сетях и в публикациях и в блогерах. Никто не скажет вопрос, что не надо заключать соглашение с Евросоюзом. Об этом говорит может только сумасшедший человек. Потому что Россия сама же торгует с Европейским Союзом. И если у России есть проблемы с Европейским Союзом, желательно, чтобы они нас не касались. Потому что у нас есть свои проблемы и с Россией, и с Европейским Союзом. Поэтому, вы знаете, когда говорят о пересмотре соглашения, это рабочий момент. В случае слова «аннулирование». Я все-таки вижу и определенную пользу в том. Я все-таки являюсь сторонником такого подписания и выполнения соглашения об ассоциации. Естественно, господин Дадон прав в том плане, что сейчас нельзя увидеть все плюсы. Их невозможно увидеть. Он их не видит, но они и не видны. Возможно, мы их увидим. Возможно, и не увидим. Это все-таки забег на длинную дистанцию. Но польза в этом есть. И польза в том, что господин Деменецкий говорил о том, что все как-то зашорены. И говорят только об евроинтеграции как нечто хорошее. Очень важно, чтобы у нас были политики-скептики. Которые бы указывали на недостатки соглашения об ассоциации. Чтобы европейцы тоже и наши, скажем так, идеологизированные политики тоже понимали, что не все есть хорошо. Мы дошли до такой ситуации, что мы не можем правильно оценить экспорт Республики Молдова в Евросоюз. Все говорят о росте экспорта, указывая на проценты. И никто не обращает внимания, что очень часто происходит не рост, а падение экспорта. То есть из-за этой зашоренности и идеологизированности мы не можем увидеть реальные черты процесса ассоциации с Евросоюзом. Чем сторонником я и являюсь. Но я не могу идти вместе с теми людьми, которые вообще ничего не видят вокруг, а видят только вот этот красный флажок евроинтеграции, который из-за этой зашоренности постоянно отдаляется. Поэтому я думаю, вот с этой точки зрения это заявление принесет определенную пользу. Так думаете вы. Что было в Кишиневе во время трехдневного визита? Я потрудилась и вот здесь все реакции на это заявление собрала. Ну, демократы что сказали? Демократы сказали прямо. Мы нейтрализуем политически любую попытку аннулировать это соглашение. Господин Плохотнюк лично высказался. Будем блокировать любые попытки геннонсировать соглашение. То есть он собирается блокировать. Там нейтрализовать, здесь блокировать. Премьер Филипп заявил, что правительство Молдовы не позволит отменить соглашение об ассоциации. То есть они не позволяют. Подключились румыны. МИД румынии. Они вообще не стеснялись. Они сказали заявление президент неадекватное. Но их разодорило другое. Я поняла даже что. Как интересно. Вы вот послушайте меня пожалуйста. Йоханнес. Йоханнес сказал честно и прямо. Что нужно делать в республике Молдова. До сих пор мы сами не знали. А Йоханнес вот он знает. И он сказал так. Молдова нуждается в стабильности, ответственном участии, подчеркиваю это, политической и институциональной ответственности для продолжения и усиления реформ. Это говорит господин Йоханнес. Эти реформы необходимы для модернизации государства и поддержания европейского курса. Самое интересное даже не это. Что сами европейцы устами пресс-секретаря госпожи Магерине. У них вообще очень такая была очень взвешенная позиция. Она очень спокойно сказала, что соглашение реализуется. В отличие от вас у нее нет такого большого организма. Как уже второй вопрос. Нет, она сказала честно. Знаете что, мне понравилось. Вот она сказала, что глубина отношений, секунду, между ЕС и Молдовой видна в соглашении о мобильности молдавских граждан. И все. Нет, Людмила, понимаете, есть такая шутка. Правительство сказало, мы стали жить лучше. Народ сказал, мы рады за вас. С точки зрения Европейского союза соглашение действительно хорошо реализуется. Они привязали нас к своей внешней политике, к своим действиям и так далее. А понимаете, а вот с точки зрения граждан Молдовы есть проблемы. Они их, и это не только моя точка зрения, а так говорит и господин Филипп, и так далее, что граждане этого не ощущают. И в этом есть опасность. Есть еще другая опасность. В том, что нас раскололи. Есть опасность, что мы сейчас не успеем поговорить про эти заявления о господине Еске. Да, понимаешь, вот нас просто раскололи и сделали врагами в стране. Вот и все. Да, если можно. Вот я эти оценки дала наших политиков. Далеко не всех. Поверьте, я уж не стала зачитывать вам Михаила Федоровича Гимпу, да, и вот крайне правых. А что, Михаил Федорович сказал, Трояска Руси или небо упало на землю? Нет, он заговорил о тройках. Да, да, да. Он тройку увидел. Тройку в лице Красносельского, Додона и Путина. Вы просто не следили внимательно за заявлениями молдавских политиков. Нет, но Михаил Федоровича тяжело следить. Да, а мне тяжело вас перебить. Попытаться все-таки сейчас выйти на главную конву программы. То есть европейцы спокойно отреагировали, да? А наши прям, ну вот вы же видели, не позволим. Там такие выражения. Нейтрализуем. То есть блокируем. Что это такое? Ну, во-первых, если это слово нейтрализуем, звучало у Демпартии. Но на самом деле, мне кажется, они не противоречат друг другу Демпартии и Додон. Додон сказал, что после выборов возможно будет аннулировать. А Демпартия сказала, что сейчас они будут нейтрализовать. Как бы во время их правления. Естественно, они будут нейтрализовать. Это их политика. А Додон, скорее всего, не будет пытаться очень сильно аннулировать, потому что у него возможности нет. Поэтому эти два заявления, я бы их скорее видел как взаимодополняющих, но не взаимоисключающих. И они, в принципе, оба, особенно заявление Демпартии, оно сделано политически для своего электората. Демпартия сейчас не только для своего электората борется не только за центристский фланг, но и за правый фланг. А там есть европейцы. Вот это проевропейские настроенные люди. И вот это заявление очень хорошо ложится на их ожидания. Очень хорошо. Увидим, как хорошо. Но, по крайней мере, это попытка показать, что в Республике Молдова осталась одна единственная партия, которая радует за проевропейские устремления. Это партия Демпартия. То есть они тоже разыгрывали то время, когда Игорь Дадон находился в Москве и делал заявление, которое он, в принципе, делал раньше. То есть это все было, так сказать, для внутреннего употребления. Поэтому внутренняя реакция такая резкая, а внешняя реакция такая спокойная. Все хорошо. А я вам объясню, что плохо, Валерий. Вы можете сейчас со мной не согласиться. Но мне не нравится, что вот в эту риторику вплетена приднестровская тематика. Потому что, вот смотрите, столько, сколько было сказано властями о федерализации. Да, как будто вот прямо они лично были на этой встрече, прям присутствовали, понимаете. А последнее заявление господина Канду, так меня вообще как-то оно умилилось сегодняшнее. Он говорит, да, мы намерены в формате 5 плюс 2 решать, но при унитарном государстве. Особый статус при унитарном государстве. Я все хочу спросить у господина Канду. Что это за особый статус при унитарном государстве? Мы-то знаем унитарный, федерация, конфедерация. А это вообще нечто новое. Так, господин Чурик? Ну можно придумать, но специальный статус. Ну как-то да, это очень интересно. Есть название автономия, можно придумать и другие названия. Федеральное устройство, единица, федеративное. Не, ну мы же федерацию отвергаем. Мы хоть именно при унитарном. В унитарном государстве может быть, я не знаю, как правильно, федеральное. Федерация есть такое слово. Так есть федеративное и федеральное. Вот, скажем, предположим, федеративное это просто часть федерации. А федеральное это такое типа федерации, но оно является частью... То есть в политологии есть много терминов, которые описывают такие ситуации. И я опять считаю, что то, что сказала Демпартия и Канду по поводу высказываний Додона по Приднестрове, в принципе не противоречит тому, что я думаю и думает и Додон. Я не считаю, что господин Додон, ну он еще должен конкретизировать свою позицию. Но я не думаю, что он собирается решать Приднестровский вопрос вне формата 5 плюс 2. Никто этого не говорил. Это невозможно сделать. Нет, нужно... Попробовать можно. В 2003 году все-таки... Попробовали, правда? Попробовать можно. Попробовать можно. Я же говорю, попробовать можно. Поэтому Канду ничего другого не сделал, как высказать позицию государства, которое все время эта позиция высказывалась. И Додон в принципе не ушел далеко. Просто опять это слово федерация, которое вызывает большие эмоции, несмотря на то, что никто его не объясняет. Вы знаете как? Нет, федеративная республика Германия не смущает вот никого. Вот никто не говорит, что в Германии плохо. Более того, ликвидировать молдавское государство, мне тоже никого не смущает. Никого. Никто не падает в обморок, никто не бьется в конвульсии. Все нормально. Как в любом государстве. Вот попробуйте в любом государстве заявить о том, что ваше государство надо ликвидировать. Но все же, господин Додон, насколько я понял, этот термин федерации, и то, что он говорил про федерализацию Республики Молдова, говорил, что это будет в контексте процесса урегулирования Приднестровского конфликта. То есть это не будет прямо сиюминутный результат, насколько я понял, а это будет в каком-то процессе. И тут он нисколько не входит в противоречие, в сильное противоречие с тем, что говорил Канду, потому что он Канду имел в виду то же самое. Но, конечно же, политически очень выгодно раздуть скандал. Он внутриполитический, естественно. Никто там за рубежом, никто на это обращать внимание не собирается. И вот тут мы опять обсуждаем это слово федерация, какие плюсы имеются. Это все внутреннее употребление должно привести к консолидации электората вокруг определенных политических партий. Я не исключаю, что действительно те люди, которые сегодня критикуют демократическую партию, через год будут стоять на площади, рвать волосы и кричать спасите нас от страшной России или от федерации. Ну и нормально, все будут довольны. Поэтому расстраиваться по этому поводу не надо. Как бы политическое шоу продолжается. Но, с другой стороны, есть серьезный момент здесь. Дело в том, что может появиться действительно окно. Некое окно, да, вот как и в 2003 году. Оно появлялось, проявлялось, но не было доведено до конца. Вы сейчас о меморандуме Козыков говорите этот период. Да, да, да. Было некое потепление, да даже американцы, и это ОБСЕ придумало федерацию тогда, а не Россия и не так далее. Вы помните это прекрасно. И тогда госпожа, мы, госпожа Памела, да, она говорила о федерации, и все. Наши писатели так обидели, что написали даже письмо американскому руководству, где укоряли их за то, что они угнетали индейцев. Это было тоже, да, это было много смешного, но тогда не случилось, да. Сейчас, я думаю, что уже все обожглись на том варианте тогда, и сейчас, конечно, я согласен с коллегой, вне формата 5 плюс 2 при согласии, да, не может произойти. Сегодня есть согласие, просматривается двух игроков серьезных, внешних, и, возможно, не исключено согласие третьего игрока. Но тут возникает следующий вопрос. Эти люди будут договариваться без нас. Мы должны, и то, что господин Дадон совершил, я считаю, героическим поступком поехал в Приднестровье. Ну, Путин так и отметил, он сказал, что это мужественное. Да, мужественное, поехал в Приднестровье, поговорил, искал, знаешь, вот они могут договориться, но это не означает, что это может нас устроить, да. Они могут нам придумать. То есть вы полагаете, что это был такой? Нет, просто эти три больших игрока могут придумать для нас прокурорского ложа, да, который у нас лежать очень будет неудобно. Вы имеете в виду Россию и Евросоюз, а третий – это… Американцы. А третий – американцы, да. А что? Третий – американцы, да. Да. Не исключено, что если они втроем придут к какому-то консенсу и скажут, слушайте, давайте мы хотя бы эту проблему закроем, да, вызовут и скажут, знаете что, будет у вас федерация, или нет, конфедерация. А, нет, на кантоны вас поделим, как Швейцария, да. И мы будем тогда бегать и кричать, а как же так, ну, знаете, мы не уживаемся, а что делать с ГИМПу, потому что большие игроки делали конструкцию, забывали о нее, а потом она сыпалась, понимаете? Господин, если они начнут делить, то нам там участвовать особенно и не придется. Я бы хотел, чтобы когда они будут делить, мы тоже имели какую-то общую формулу, понимаете? И мы были готовы к этому. Мы тоже пришли и сказали, что, знаете, нам так будет неудобно, вы знаете, очень скользко. А при этом большие игроки скажут, знаете, если Молдове неудобно, все меняем. Нет, 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 нет. Если, допустим, Молдова и Пренестровы скажут, что если вдруг Молдова и Пренестровы сегодня придут и скажут, знаете, мы договорились, они скажут, милые, дорогие мои, слава богу, что вы договорились, а они-то не договариваются, знаете почему? Неправильно. Потому что одни паразитируют, паразитируют на одних, другие на других. Неправильный ответ, если они придут и скажут, их спросят, а как договорились, понимаете? Это тоже будет важный момент, потому что не любые договоренности все примут, потому что прекрасно понимают. Не верите в свою Родину и своих политиков? Нет, я как раз в Родину верю, а во всех наших политиков совершенно точно я не верю. Хорошо, миграционный вопрос. Игорь Дадон считает, что именно этот вопрос получает шансы на разрешение. Я думаю, что это был самый легкий вопрос для России, по той простой причине, что я убежден, что вопрос возврата не решится по щелчку, как у нас включается и выключается в студии свет. А вот вопрос с мигрантами можно будет решить по той простой причине, что это чисто такой внутренний вопрос, хотя и связанный тоже с некими внешними обязательствами России. Но в принципе я думаю, что для этих 50 тысяч вопросов можно порешать. Конечно, тех, кто совершили преступление, не пустят. А те, кто совершили маленькие правонарушения, вовремя не зарегистрировались, закон не имеет. Но россияне сослались на то, что им перед другими странами тоже было не очень ловко. Нет, не то, что ловко. Это абсолютно правильно. Потому что у них есть соглашения такие же миграционные, тем более, что там очень тяжело происходит становление этой службы. Понимаете, эту службу сейчас убрали, снова ее под МВД перевели. Я просто немножко знаком с работой этой службы. Там есть свои внутренние заморочки. И плюс еще не забывайте, что Россия, страна, которая очень поддержана, она не хочет повторить печальный опыт Европы с терроризмом. Понимаете, у них все-таки очень высока террористическая опасность. Есть Кавказ, есть вот эти мусульманские движения экстремисты, есть эти ваххабиты. Они понимают, что Молдова как бы не представляет. Нет, вот Молдова как раз не опасна. Но другие могут сказать, а почему вы вот Молдаван пускаете, а нас не пускаете. А мы, между прочим, а мы, в отличие от Тимофти, даже не пытались подраться на саммите. Мы хорошо вели себя. Господин Тимофти хотел подраться на саммите, а вы ему тут же их, Молдаван, пускаете на рынок. Тоже был вопрос. А вот с вторым вопросом, с товарами, там будет сложнее. Знаете, почему сложнее? Конечно, Кремль может при казном, Кремль не может при казном порядке сказать, покупайте молдавские. В пошлинах, насколько я понимаю. Нет, нет, даже не в пошлинах. Потому что если нас пустят снова на рынок, мы будем в льготном против европейцев, которые когда-то и Владимира Николаевича Воронина, и других говорили плюнь на русских. А потом занимали наше место на рынке, бежали, понимаете, и очень смеялись над нами. А сейчас, понимаете, даже если они нас пустят, мы как участники СНГ будем иметь преференции против европейских товаров. И плюс санкционные еще вещи тоже нам помогут. Но там дело в том, что есть, понимаете, российский рынок, он уже такой цивилизованный, не рынок 90-х годов, когда можно приехать и привезти фуру коньяка и продавать ее на перекрестке. Сейчас все формируется на год вперед. Но у нас же евростандарты уже появились. У нас появились. Нет, евростандарты не играют роли там. Там просто, понимаете, рынок каждого российского региона, это тайна о семи печатях. Понимаете, как он формируется, кто там формируется, кто-то курирует, как это все делается. Это очень непростая история. Вот не стану спорить, я не знаю об этой тайне за семью печатями. А это в любой стране тайна за семью печатями. Но что я знаю, что мне стало время передать слово господину Чуре. Что он думает? Мне все-таки кажется, что у нас были другие ожидания по поводу конкретных решений. Все-таки с самого начала обозначивались проблема мигрантов, проблема экспорта молдавского и проблема преднестровская. И гуманитарного сотрудничества. Да, и гуманитарного сотрудничества. Вот эти четыре, по которым вроде бы можно было что-то там решить. Ну, по преднестровскому не знаю, что можно было бы решить. Но оно тоже называлось. Никто вообще не ожидал каких-то решений. Но вот по этим, и все-таки, как мне кажется, результат не особенно впечатляющий. Даже по мигрантам это скорее намерение решить проблему вот этих 50 тысяч. Там еще непонятно, кто попадет под запрет. Ну, понятно, все, кто не совершил уголовные преступления. Да. Это как раз понятно. Да, но еще решения как такового, я так понимаю, нету по этому поводу. По поводу наших производителей и экспорта. Все-таки, мне кажется, что большее значение имела встреча прошлогодняя в конце года между Рогозином и Калмыком. Здесь, на этом уровне решаются эти вопросы. И был опробирован вот этот план действий между Россией и Молдовой. И в этом плане действий он опробирован на полгода. То есть, я не думаю, что будут какие-то прорывные решения даны в течение вот этого проверочного периода для Молдовы. Да, еще несколько предприятий смогут продвигать, но сама проблема либерализации торговли, а вернее снятия пошлин и нетарифных барьеров, оно не будет устранено в течение полугода. Поэтому, ну, вот таких конкретных прорывных решений на этой встрече не зарегистрировано, что не умаляет важности визита. Но все-таки... Как говорит Валерий Демидевский, неважно, с кем ты едешь в гости, главное, кто, а главное, как тебя встречают. Встречали, действительно. Встречали, хорошо, да. Я правильно процитировала вас, да? Мы можем просто сказать сегодня, что дверь в Москву, которую мы пытались неудачно открыть очень много лет уже, да, она открылась. То есть, нас-то сприняли, с нами там поговорили, и теперь очень многое будет зависеть от того, как мы все дальше будем вести. Я говорила об этом на одной из программ. Главное, чтобы сейчас не было различных у нас неожиданностей. Хорошо, вот мы с вами заговорили по поводу того, почему была такая реакция. Например, меня повеселил один факт. С одной стороны, критики говорили, да вот не реагируйте вы вообще на эти заявления, у президента нет никаких полномочий. Я хочу спросить, если вы так уж прям, как господин координатор сказал, что у него вообще церемониальные, значит, какие-то функции, чего вы тогда так сильно, так сильно прямо, да, вот, что так сильно тогда все, как говорит господин Демидетский, возбудились. Вы уж определитесь в конечном итоге, знаете, там, ну как-то они не определились. И я хочу сказать, что во время визита, не знаю, разногласия, или я даже не знаю, здесь нужно жестче слово применить, между ветвями власти, я сейчас говорю о президенте и парламент правительства, с другой стороны, они стали отчетливо видны, ну прям вот тут сильно. Потому что пришла информация по поводу того во время визита, что премьер сказал президенту нет, и даже не объяснил почему в отношении румынского посла. И господин Дадон тоже, значит, на одной встрече заявил прямо, и эти люди теперь принесут мне список своих послов и хотят, чтобы я здесь, значит, подписался. То есть совершенно здесь ясно, что если уж тема посла и послов, да, она вызвала такую реакцию, то что будет дальше? Да, я думаю, вот этот визит, он и то, что предшествовало визиту, показал, что все-таки Дадон является игроком, и есть моменты, которые будут создавать сильные трения. Вот момент послов очень важный, мне кажется, он показывает силу президента в определенных моментах. Ну, можно назвать наших послов никому не нужных, таких пенсионеров отдыхающих. Есть такое понимание дипломатии у нас в Молдове, но я все же предпочитаю другое видение. А я скажу, это как какое посольство? У нас есть несколько посольств, где послы работают. А есть несколько посольств, где ваша формулировка подойдет. Да, но я все же исхожу из того, что нам все-таки послы нужны, это важная функция. И поэтому, если президент будет блокировать, да, у президента нет очень обширных полномочий, но вот эти блокирующие функции, они немаловажны. Это одна блокирующая функция. Вот другой момент, который проявился на этих встречах, это момент с Евразийским экономическим союзом. А что, если президент начнет подписывать одни за други всякие соглашения? Да, он имеет на это право, он является президентом страны. Да, почему нет? Так написано в законе. Потом, следующий шаг, конечно, ратификация в парламенте. В парламенте. И вот тут начинается какая-то политическая игра, в которой все-таки у парламента будет определенное ограничение. Потому что нельзя постоянно отвергать международные соглашения, которые подписываются. Особенно, если президент придет и скажет, мы подписываем это соглашение, вот его цена такая-то, да, вот в экономике к нам придет вот это вот, на такую-то сумму. И вот, господа депутаты, ваш выбор. Я посмотрю на бояр, когда послы приедут, они даже с дверь стучают. А что делать? Не открывать. Вот этот визит нам приоткрыл определенные скобки и показал, вот, я так думаю, в каком направлении будет действовать господин Дандом, и это будет интересно. Ну, то, что интересно, я не сомневаюсь. Ну, понимаете, я просто думаю, как вот, некоторые люди себя уже и послами видели, как бы, а тут, понимаете, уже говорят нет. Ну, для нас, журналистов, это очень приятно, потому что при господине Тимурте, да и при господине Гимбе мы начали как-то засыпать. Знаете, вот ничего не происходило, ничего не случалось. Сейчас есть живой политик, интересный, говорящий очень много здравых вещей. И мне это нравится, то, что он говорит о тех вещах, многих, о которых боялись говорить, знаете. Вот, вы помните советские времена, когда мы о многих вещах говорили на кухне, да? Вот, и у нас тоже о многих вещах говорили на кухне. А сейчас вот как-то уже и это все вошло в политику, нормально. Людмила, вы не переживайте, все будет по-станиславскому. Что вы имеете в виду? Я могу по-станиславскому сказать, что я вам не верю. Вот вы ими скажете. Вот я ими скажу, но тем не менее вопрос хороший, согласитесь. Потому что решать-то различные проблемы придется. И вот здесь как бы важно, как и какая сторона тебя поведет. Вот согласитесь, мы сейчас можем с вами там остроумничать, да, вот объявить даже конкурс, то остроумнее. Вот Корнелию все-таки, как вы полагаете, это вот вражда между... Это вражда, на мой взгляд, то, что происходит. Она будет усилена? Она будет усилена. Понимаете, почему? Потому что еще президент ведь по сути, он даже сказал, как он будет действовать. Вы знаете, я... Он сказал, если вот одну инициативу блокируют, вторую там блокируют, я выхожу с инициативой референдума, чтобы народ сказал, какие у меня полномочия. Хотят, значит, что мне необходимо президенту дать вот еще вот это, вот это, вот это, да. Не хотят распуск парламента. Выхожу с этой инициативой, чтобы я мог их распустить, всех этих, значит, товарищей депутатов. Вот такая альтернатива. Если посмотрите, я все-таки считаю очень коротко, что я за драку. Эту драку мы ждали. Мы ее даже в каком-то смысле готовили, предвидели. Мы не имели такой ситуации ранее. И мы нуждаемся вот сейчас вот в такой конфронтации между парламентом и президентом. Конечно, желательно, чтобы эта драка не доходила до крайностей, до такого критического момента. Но то, что должна произойти рубка, это определенно, потому что это два разных вектора. Это два разных видения ситуации. И еще господин Дадон многое говорит, что вот, например, соглашение об ассоциации, оно не приносит нам дивидендов. И критически к этому относится. Но он все это еще должен доказать, показать. Это должно как-то проявиться политически. А этого пока что нет. Поэтому... То есть вы за драку. Я думаю, да. Вот четко так. Я не случайно говорил про Станиславского. Вы миротворец или кто? Нет, нет, нет. Я не случайно говорил про Станиславского, что и настоящая драматургия предполагает конфликт. Если в этом нет конфликта, спектакля нет. Поэтому будет настоящий конфликт. Здесь самое главное, чтобы, так сказать, эта драматургия не утопила наш корабль. Так часто тоже бывает. Знаете, когда матросы начинают раскачивать, раскачивать, потом он черпнул и уже как-то не заметили. В 2002 году была интересная драматургия «Город свободы». Ну да, да, да. Когда Владимира Николаевича не хотели назначать премьера, мы как-то обсуждали этот вопрос. Это не 2002 год. Это был 1999 год. Да, это 1999 год. Мы обсуждали это. Тогда могли запросто убить коммунистов. Просто проголосовали. Тогда просто очень многие тоже смотрели на коммунистов. Знаете, как бы... Они смотрели на коммунистов несколько скептически. Все думали, что ну что там коммунистов обвести вокруг пальца. А потом вдруг выяснилось, что настроения таковы, что в день выборов, вот наступил этот день выборов, да, как бы в известном фильме, да. И вдруг выяснилось, что очень большое расстройство. Имел в виду другую драматургию. У всех было хитрецов, да, они-то были напуганы страшно. Да, мне кажется, сам Владимир Николаевич не ожидал, что такое произойдет. Поэтому я хочу сказать, что сегодня, если у власти 80% антирейтинг, я бы, конечно, на месте власти такие шутки бы не шутил. Потому что, вы знаете, у людей очень-очень сильно есть недовольство тем, что происходит в стране последние годы. И, вы знаете, ну, я хочу вам сказать, что очень многие люди, вы знаете, вот есть такое, вот в России это было очень проявлено. Вот когда вот этот пьющий, загнивающий Ельцин, да, и вдруг появился лидер, на которого тоже скептически смотрели. Олигархи считали, что они им будут крутить и так далее. И потом вдруг так получилось, что где они, где А и Б сидел на трубе, а упало, Б пропало, кто с на трубе. И олигархи-то, я хочу вам сказать, тоже были нешуточные. Ребята, и каналы у них были, и все было в руках. Но, вы знаете, очень сложно, как сказать, можно обмануть людей один раз, можно обмануть людей второй раз, можно обмануть людей третий раз, можно обмануть партнера одного, второго, третьего, четвертого. Нельзя бесконечно обмануть. Но нельзя, а бесконечно, да, 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 да. Это очень сложно. Поэтому я говорю, что мы можем как бы стать еще свидетелями очень интересного разворота по Станиславскому, да, с как бы, с как бы, с самым таком интересном варианте. Да, чтобы как, знаете, может получиться так, как у нас, как ни у кого. Как говорил герой одной известной очень книги, я дерусь, потому что я дерусь. Да? Да. Понимаете, вот это меня бы, например, смутило. А вы покажите политику. Вы помните, Жванецкий сравнивал политику с кем? С котом, который залазит на это самое, на дерево, да? Вот за ним тетя, его хозяйка полезла, он ее все ободрал. Он на дерево залазит, а вниз нет. Потому что он политик. Я вам скажу, что я сейчас передам слово Корнилу, что он скажет. Но я скажу вам, что я имею в виду. Я просто тоже предвижу, что очень сложно будет поладить. На самом деле, абсолютно цели разные, заявления разные. Но всех тревожит другое. Что вот если вот эта война, и правительство, оно, знаете, должно свои функции выполнять, прямые, экономикой. Просто правительство вообще будет не до этого. И та ситуация, в которой мы сейчас находимся, понимаете, она может нам еще показаться весьма хорошей по сравнению с тем, что может быть. Потому что в заявлениях себе отказывать не будет никто. Уж поверьте, у нас так сложно. Вам слово, как вы полагаете? Нет, я все-таки не утрировал бы и не видел это в таких трагических тонах. У нас, кстати, я считаю, удачная ситуация, когда во главе правительства все-таки не политик. И он не умеет, я так бы сказал. Когда он стал премьером, он уже стал политиком. Нет. Это должность политическая. Это две разные вещи. Должность-то политическая. Но он как деятель, как активист, он скорее технократ все-таки. Ему удобнее администрировать, нежели вести. И поэтому иметь такие, скажем так, четко выраженные политически лидирующие функции. Политик у нас в другом месте. У нас в партиях политики. И поэтому будет конфликт определенный. Но вы видели, как Филипп отказал Додону в снятии посла. Он очень вежливо так, в принципе. Да, не объясняет. Просто отказал, да. А уже вся... Не, ну просто аргументы-то были интересные. Кстати, если будет такой вежливый. А мы не подписываем этих пословий. Все будет так красиво. Да, никто не будет ничего объяснять. Я думаю, что этот процесс сосуществования между правительством и президентом, он может быть сохранен. Будет определенное трение. Но конфликты в основном, и та рубка, о которой я говорил, в которой я абсолютно уверен, будет между президентом и парламентом. Президентом и политическими партиями. В меньшей степени правительство, оно будет попадать под это. Но я не думаю, что это будет очень сильно. Ну, видите, сейчас пока с правительством. Потому что те вопросы, которые решат, с послами, да. Все, конфликт исчерпан. Премьер отказал. Нет, я не считаю, что он исчерпан. У нас через две недели новые послы. Вот у нас парламентская комиссия примет. Потом правительство удержит и дальше. И как вы думаете, с кем будет сейчас... Кто будет с Додоном разговаривать на тему будущих послений? Премьер или будут политические лидеры? Я все же думаю, что это вопрос политический, который будет... Даже не политический лидер, а политический лидер. И будет, да. И этот вопрос будет решен между политиками. Не между Додоном и премьером. И решен очень умно и политтехнологически. А может быть, все-таки есть вероятность в досрочных выборах? Кто, о чем мечтает? Вот такая рубка будет, как вы говорите. Я тоже не верю. Как вы говорите, да. Вот она приведет к тому, что стороны... Секунду, я сейчас поясню. Ну, примут они эту смешанную систему. Парламентское большинство. Уж хочу я его видеть уже на этой сессии. Знаете, это парламентское большинство. Уж столько про него было сказано. И те к ним примыкают. И эти тоже. И как-то так вот. Я прям уже жду, что монстр какой-нибудь у нас появится. И Путин не в попад выразился. Путин вообще... Путин вообще... Социально низкая, социальная ответственность. Да, и во всем виноват. Во всем виноват Путин. Примут закон о смешанной системе. Конечно. И прямая дорога к выборам. Разве не может такого быть? Почему нет? Ну вот. Нет, подождите. Я согласен с Корнелом. Я чувствую, что и Корнел скажет, что они не будут с этим торопиться. Я думаю, что выборы будут нас так сказать... Я так думаю. Но я не истинно последней инстанции. Мне кажется, что выборы будут вовремя. И сегодня никто не заинтересован в том, чтобы они были раньше. Да, у власти из того, что было сказано, недостаточно все-таки сейчас аргументов для того, чтобы организовывать выборы. Я так вижу ситуацию, как было описано Филиппом. В прошлый год была стабилизация, сейчас должен быть рост. И они в состоянии устроить такой, может быть, небольшой, но рост экономический в 3-4% они, я думаю, в состоянии это сделать. И потом уже в следующем году они смогут оперировать какими-то аргументами. Сейчас, если они будут иметь выборы, то, мне кажется, аргументов у них недостаточно. У нас наше время вышло, могу сказать только то, что главный советчик в этих вопросах, наверное, должны быть социологические исследования. Социологические исследования на сегодняшний день таковы, что власти, я имею в виду парламент и правительство, они доверяют подавляющее число наших граждан. Люди ждут перемен. И я не знаю, возможно ли какие-то кардинальные перемены к лучшему, если у нас вот так вот будет такая ситуация президент, парламент и правительство. Это мое личное мнение, я вправе его высказать. Если после стабилизации наступит стабилизец, то Станиславский поменяет все и будет другой финал спектакля. Мы поняли, нам нужен Станиславский. Спасибо большое за участие в нашей программе. Приходите к нам еще, будем говорить на разные темы. Вы смотрели «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин